Культурная пятница и спортивные выходные. О том, какие события произойдут в Магнитогорске в ближайшие дни, расскажет Мария Лисина, ведущая нашей постоянной рубрики «Городовой». Об этом нельзя молчать. Магнитогорский краеведческий музей готовит выставку, посвященную памяти военнопленных времен Великой Отечественной. Магнитогорцев приглашают присоединиться к сбору материалов. Идея выставки – осветить ту часть войны, о которой не принято говорить. Сотрудники музея собирают свидетельства пребывания в плену или лагере смерти. Это могут быть справки, документы, фото, сделанные во время освобождения, личные вещи. Это и военнопленные, это и гражданские плены, и женские детские лагеря. И решили на будущий год поднять эту тему, сделать выставку, посвященную этому. Поэтому мы сделали обращение через газету к тем людям, которые являются родственниками. Экспонаты принимаются по адресу улицы Советской Армии, 51А. Сбор материалов продлится до весны. Проводим лето ярко. Целая череда культурных мероприятий развернется в парках «Магнитки» 31 августа. Первые выступления стартуют в 16.00. В парке «У вечного огня» развернется большой музыкальный марафон. Перед зрителями выступят артисты Магнитогорского концертного объединения. В сквере имени Бориса Ручьева будет работать город мастеров, организованный Домом дружбы народов. А в консерваторском развернется поэтическая площадка. Подробную информацию можно найти на сайте Максити 74. В Магнитогорск съедутся спортсмены со всей страны. В городе пройдет всероссийский турнир по дзюдо памяти Виктора Пшеничникова. Соревнования состоятся 1 и 2 сентября во дворце Рамазана. В этом году организаторы готовятся принять рекордное количество участников. Их будет более 700. Данный турнир является отборочным. Победители отправятся на первенство России. В городе Магнитогорске дзюдо очень сильно развито и поставлено на очень хороший, высокий уровень. Данный кубок проводится с 1980 года, но имя он приобрел уже в конце 90-х. Это вся Россия, это вся Челябинская область, это не только ближайшие районы, это и Нижний Вартовск. Отовсюду к нам едут спортсмены. Начало соревнований в 10 утра. Вход для болельщиков свободный. Поединки финалистов можно будет посмотреть чуть позже, 3 и 4 сентября. Мария Лисина, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы ЗНАК.